А я включу. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем, а может быть даже заканчиваем сегодня наш замечательный курс. Хочу узнать Мишну. Мы дошли до последней главы, девятой, в Мишне, Брахот, и разобрали где-то до середины второй параграф. Чуть-чуть я вернусь назад и продолжим дальше. Итак, мы читаем на иврите. Сейчас одну минутку, я сделаю демонстрацию экрана. Это вы видите меня. Это, конечно, интересно, но не настолько. Сейчас видно тексты, да? Итак, вот она, Мишнабет. Зикин от слова «взик» — молния. «Зоэм» — гром. «Барак» — это тоже, в общем-то, молния. А «зиким» — это вспышки, скорее. Так. «Веальхаараамим» — землетрясение. «Рухот» — это не просто ветер, имеется в виду ураганный ветер. Говорит человек, благословен, что сила его наполняет мир. Мы немножко... Так, давайте я покажу вам перевод. Вот, до сюда. Так. Вот это первая фраза. На самом деле, в Сидуре чуть-чуть другая формулировка. «Благословен Всевышний, сила и могущество которого наполняет Миша». Ко-хо-угвурато мале олам. Смотрим дальше. Аль-гэ-гарим. Веальха-гваот. Гарим — это горы, гваот — это холмы. Имеется в виду не просто горы и холмы, а особо красивые. Веальха-ямим — моря. Веальха-нехарот — реки. Имеется в виду полноводные реки. Веальха-ммид-барот — пустыня. Пустыни. Омер, говорит человек, Барух осэма осэбэ решит. Благословен, создающий мироздание. Вот оно, при виде гор, холмов, морей, рек пустыней. По-моему, пустынь надо. Говорят благословен, творящий мироздание. Раби-гуда Омер, аруэ-эт-гаяма-гадоль, Говорит Раби-гуда. Тот, кто видит море великое, Омер барух шэ-аса-эт-гаяма-гадоль, Благословен тот, кто сделал великое море, Бизван-шэ-роэ-эт-ото-лиф-ракин. Если он видит его изредка, временами. Что такое великое море, мы с вами разобрали, что имеется ввиду Средиземное море. Так? Время от времени, далее. Гешамин дажди, гешем, Бессарот, то вот, хорошее известие. На дожди и на хорошие вести, Говорит человек, Благословен добрый и делающий добро, И творящий добро. А на слухи, слово шму от, Означает слухи от слова шма, шомея, На плохие слухи, говорит, Благословен судья истинный, Судья праведный. При дожде, при получении добрых вестей, Говорят, благословен творящий добро. А слыша дурные слухи, говорят, Благословен судья истинно справедливый. Так. Мы с вами в основном разобрали, Значит, разобрали эту мешну, этот параграф. Но немножко добавим. Значит, видящее Великое море, Мы с вами разобрали, Что поскольку для земли Израиля Очень важным является море, Какое? Средиземное. Имеется в виду оно. Хотя есть и другое мнение, Что Великий море называется Мировой океан. Человек произносит благословение, Благословен ты Господь, Бог наш, Царь Вселенной, создавший Великое море. Поскольку Великое море Ввиду своей исключительности Заслужило вот такого специального благословения, Человек читает, говорит это благословение, Если видит море, Если с последнего раза, Как он видел море, Прошло 30 дней. Так объясняет нам Гемора. Так? Соответственно, создается парадоксальная ситуация, Что человек, живущий на берегу моря И видящий его каждый день, Это благословение не произносит. А тот, кто приезжает время от времени, Чтоб на это море посмотреть, Каждый раз, говорит благословение, Если он приезжает раз в месяц и не чаще. Дождь. Гешем. Я поставлю вам слова, Которые я нашел из... Так, минуточку. Ох, вот это я неправильно сделал. Сейчас, одну минуточку. Я просто должен переставить это. Ох, так. Что-то не то пошло. Ну ладно. Давайте сделаем наоборот. Так. Так, не понимаю. Ага, вот. Так, новая демонстрация. Вот так я вкажу в чат. Вот я вставлю вам некоторые слова, Которые используют наши мечны. Те слова, которые, может быть, Появляются первый раз в нашей мечне, А может быть, они просто редкоупотребительные, И не у всех они на ходу. Так, сейчас, одну секунду, Пока я не забыл, что мне надо исправить здесь. Вот как-то вот так, да. Так. При дожде, при получении добрых вестей, Произносится благословение, Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, Добрый и творящий добро. Благословение это проноется тогда, Когда землю орешает благодатный дождик. Мы знаем с вами, что Во всяком случае, в Эрес, Исраэль, Дожди вовремя Всем нужны, А дожди не вовремя, Допустим, летом, Они вредят урожаю. Так. Кроме того, мы знаем, Что во времена Мишны, Значение дождя было значительно Выше, чем сейчас. Собственно, и сейчас дождь Очень многое меняет, И кроме всего прочего, Это еще и знак, Это символ благословения. Так. Может быть, вы слышали историю Про раби Хоне Амме Агель, Которому пришлось однажды Вызвать дождь. Так вот, что интересно, Буквально вот, Сегодня я прочитал про Раби Шимона Бар Йохай, Гилула, которого, Йорцайт, которого, Выпадает на 33-й день Отсчета Омера, Что он умел Вызывать дождь Просто словами. Он начинал Читать Слова из 133-го псалма. Вот как хорошо и приятно Сидеть Братьям Вместе. Не успевал он Дочитать эти слова, Как начинал идти Благодатный дождь. Вот такой рассказывает Про Рашби, Йорцайт, которого Празднуется Еврейским народом. Благословение Это на Хороший дождь, На дождь благословения. Не зря В Шима мы читаем В Натати Эсэ Та-та-та-та Кен Бэ-Ито Бэ-Ито Йорэ Омолкош Йорэ Это ранний дождь Молкош Это поздний дождь А Бэ-Ито Это значит Во время Его И вот Комментарий Говорит А что за время Дождей? Кроме того, Что мы знаем, Что в земле Израиля Дождь идет В зимний Период, Но не в летний Ну так устроит Климат Так Раши объясняет Это еще и иначе В его время Во время положенное ему Ночью А не днем Потому что Днем, когда люди Находятся на улице Дождь им может Чем-то повредить Да, он может быть Им чем-то неприятен А ночью Люди спят Под крышей И добавляет Раши Не просто ночью А в лель шаббат Потому что бывает, что У человека есть Дела и ночью Но, конечно, не в святую субботу Когда Все сидят под крышей И Празднуют шаббат И Делают Трапезу Ну, дай Бог И нам с вами Брайта Брайта Я напомню вам, что это такое Это те Мишна Которые не вошли В Мишну Составленную Раби Иудой Анаси Ее приводит Гмара Гмара Вместе с Мишной Составляет Талмуд То есть Это развернутый Расширенный Комментарий На Мишну Точнее Обсуждение Мишны И все, что Вокруг этого Говорит Талмуд Что От этого благословения Доброе творящее добро Произносит лишь тот Кто С владеет полем Совместно с кем-то еще То есть Мы вдвоем На паях Купили поле Допустим Мне принадлежит 70% И тебе 30% Или даже пополам И вот это добро То благо Которое Несет Дождь Нашему Полю Я разделяю С кем-то еще Тоже В той же пропорции Но если я Владею Полем В одиночку Говорит Талмуд Благословение Звучит иначе Благословен Даровавший нам Жизнь И поддержавший Наше существование И позволивший нам Дожить до этого Времени Об этом Благословении Мы сегодня Еще поговорим Но вот Один из Законучителей Раби Ашер Бен Ехи Эль Считает Что и Тот Кто В одиночку Владеет полем Владеет им Целиком Имеет право Продвести благословение Доброе Творящее Добро Потому что Дорс Этот Орошает и Другие поля Значит Не он один Но многие Люди Получают Пользу От этого Дождя Если у человека Нет собственной земли Все же Дождь Приносит ему Благо Не правда ли Чем больше Будет урожая Тем дешевле Он будет покупать Продукты Тем не менее Для него Становлено Следующее Благословение Благодарим тебя Господь Бог наш За каждую Каждую каплю Упавшую нам По воле Твоей Даже если Вы род наш Был полон Песнопениями Как море Водою А язык Торжествующими Кликами Словно Шумового Волн Его Волн А устах Хвалой Словно Ширь Небосвода Эти слова Мы читаем В молитве Нишмат Коль Хай Нишмат Коль Хай Добавляется Перед Иштабах В Утренней Службе Суббот И праздников Кроме того Мы читаем Этот текст Во время Пасхального Седера И в общем-то Он на слуху Так вот Читает Человек Вплоть до слов Они-то и будут Благословить Благодарить И благословлять Имя Твое Царь Наш И Подводит он Итог Словами Благословен Господь Бог К Которому Обращены Бесконечные Благодарения И хвалы Это мнение Рамбама Раби Моше Бен Маймон Есть такое мнение Что Дорс Благословляет Только тогда Когда ему Пришествовала Засуха То есть На фоне Плохого Мы больше Ценим Хорошее Засухи Были нередки Во всяком случае В Мишне Мы очень часто Встречаем Упоминание Засух Земля Израиля И конечно Это бедствие Остается Только молиться Но 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 имеется ввиду Дожди Именно в период Дождей Потому что Земля Израиля Летом Дожди не выпадают Так Начало сезона Когда После окончания Праздника Сукот Когда мы Начинаем Молиться О дожде Так Поэтому Уяснение Что в стране Израиля Это благословение Произносится Всегда Независимо от того Была Была засуха До этого Или Нет Ну Упомяну Что есть Специальная Молитва О дожде Которую Составили Наши Мудрецы И вот Во время Повторения Шмуна Исре Молитвы Амеда Мы с вами В нашем курсе Разбирали Что такое Молитва Амеда И где И когда Ее читают Значит Если В земле Израиля После Долгое Время Не выпадает Дождь Да То Вот Эти слова Этот текст Добавляется К повторению Амеды Кантером При получении Добрых вестей Имеется Ввиду Тоже Добрых Не для одного Человека Но для Нескольких Людей Произносится Благословение Добрый И творящий Добро А как Это может быть Добро для Одного Но не для Другого Допустим Он выиграл Суд Да Две Стороны В тяжбе Он Со своей Стороны Один И С другой Стороны Его Контрагент И вот Он победил Конечно Для него Это хорошо Но другой Проиграл Да Часто бывает Так что Добро Для одного Является Совсем Противоположным Для другого Но бывает Так что Добрая весть Она добрая Для всех Например Если сообщают Что Некий Человек Зафиксировал Раби Все что Вокруг Вавилонский Талмуд Талмуд Бавли Так получилось Исторически Что Вавилонский Талмуд Гораздо Более Полон По объему Он в 7 раз Превосходит Талмуд Ярушалми Очень Очень Многие Темы В Талмуд Бавли Имеются В Ярушалми Не имеются И Вообще Когда речь идет Об изучении Талмуда По умолчанию Считают Что речь идет О Талмуде Именно Вавилонском Тем не менее Есть Талмуд Ярушалми И он тоже Очень важен И в нем Есть Иногда бывает Та информация Которая В Вавилонском Отсутствует Почему так произошло Потому что На протяжении Нескольких Поколений Римские власти Запрещали Изучать Туру И Просто-напросто Физически Истребляли Мудрецов В земле Израиля Которая находилась Под их властью Но Вавилон Не находился Под их властью И То Что В Вавилоне После разрушения Первого храма Образовалась Мощная И очень Сильная Диаспора Пошло На пользу Еврейскому Народу По крайней мере В тот период Итак Талмуд Ярушалми В частности Рассказывает Почему Здесь говорится И о дожде И о добрых Вестях Потому что Шлому Амен Царь Соломон Сказал Что свежая вода Для истомленной души Тот и добрая Весть Из далекой Страны Теперь Дальше Последние слова Нашего параграфа Слышат Дурные слухи Говорят Благословен Судья Истинно Справедливый Бару Даяна Эмед Пишут Обычно Заголовком На некрологах Благословен Судья Праведный Говорит Велинский Гаон Пишет Велинский Гаон Что сказано Добрые Вести Но дурные Слухи Объясняется Это тем Что Хорошие Новости Каждый Рад сообщить Своим Друзьям Но Если Какая-то Новость Плоха То Стараются Человека От нее Оградить И он Сам Нечаянно Слышит Их Поэтому Это слухи Как Сказал Борис Гребенщиков Плохие Вести Скачут Как Блохи А хорошие И так Видны Вот Это Был Параграф Второй Переходим К параграфу Номер Три Итак Мишна Гимел Что Произойдет Если Я Нажму Да нет Ничего Не Произойдет А Вот Оно У нас Есть Огласованный Текст Извините Я это Не знал Так Видно Всем Огласованный Текст Видно Мой Курсор Я надеюсь Прекрасно Прекрасно Итак Бана Байт Хадаш Тот Кто Построил Новый Дом Векада Кейлим Хадашим Слово Кали Означает Сосуд А также Инструмент Или Средство И Купивший Новые Сосуды Будем Называть Это Так Омер Говорит Барух Шейхеяну Благословен Что Дал нам Дожить Я Чуть Попозже Разберу Вот это Интересное Слово И Скажу Вам Еще О Тексте Этого Благословения Меварех Аль Ара А Ме Эйн Атова Тот Кто Пардон Благословляют За Плохое Которое Следует Сейчас Минуточку Давайте посмотрим Что оно Дает Перевод За Злоподобное Добру Так Ме Ме Это Наподобие Да Ра Плохое Това Хорошее Ве Аль Гатова Ме Ара И За Хорошее Подобное Плохому Га Цоэк Цоэк Это Значит Кричит Итак Тот Кто Кричит Ле Ше Авар Авар Значит Прошло Кричащий Тот Кто Кричит К тому Что Уже Случилось Гарей Зо Тфила Тфилат Шав Вот Ведь Гарей Это Зо Как Зод Тфила Это Молитва А слово Шав Это Напрасно По Напрасну Это Образом Приводится Пример Айта И Что Ме У Берет Жена Его И Что Это Его Жена Была Беременна Вот Оно Слово Ме У Берет Кстати Високосный Год Год В который Добавляется В качестве Високоса Целый Месяц В еврейском Календаре Это Так Месяц Адар Второй В этом Году Было Два Адара Да Называется Шана Ме У Берет Буквально Беременный Год Так Вот Человек Жена Которого Была Беременна Ве Амар И Говорит И Да Будет Желание Рацион Это Желание Что Родит Моя Жена Слово Захар Служит Для Обозначения Мужского Рода Захар То есть Мальчика Гарей Зо Тфилат Шав Это Напрасная Молитва Гая Ба Бодерех Он Шол Дерогаю Дерех Дерога Вешама И услышал Коль Цваха И услышал Крики Ба Ир В городе Ве Амар И Говорит Он Пусть Будет Желание Что Не Будут Эти Сыновьями Дома Моего То есть Членами Моей Семьи Гарей Зо Тфилат Шав Это Тоже Напрасная Молитва Так Посмотрим Перевод Тот Кто построил Новый дом Или купил Новые вещи Говорит Благословен Даровавший Нам Жизнь Благословляют За злоподобное Добро За доброподобное Злу Вызывающий Богу О помощи В уже Срешившемся Молится Напрасно Например Если тот Чья жена Беременна Просит Да будет Воля Твоя Божья Чтоб Моя жена Родила Мальчика Эта Молитва Напрасна Мы говорили С вами В предыдущем Мишне Что благословение Доброе И творящее Добро Произносит Тот Кто делит Полученное Благо С кем То есть Не он Один Получает От этого Пользу Но Что происходит Если он Один Получает Пользу Есть и Другое Благословение Например Если он Купил Одежду Одежду Эту Будет Носить Он Сам Ну Можно Конечно Сказать Что Другие Получат Удовольствие От того Что он Стал Лучше Выглядеть Что его Одежда Подходит Ему И он Радует Их Глаз Но Тем не Менее Непосредственно Да Пользу Получает Только Он Сам Продолжаем Рассматривать Тот же Вопрос Тот Кто построил Дом Или купил Новый Дом Или купил Новые Вещи Даже Если у него Есть подобные Старые Говорит Благословение Сейчас мы Его Разберем Немножко Аллахи Практического Закона Тот Кто Въезжает В дом Даже Если До этого У него Был Дом Он Допустим Продал Старый И купил Новый И новый Лучше Старого Он Читает Это Благословение Что Называется Новыми Вещами По Аллахе Имеется Ввиду Новая Одежда Но Одежда Верхняя Одежда Та Которая Подчеркивает Почет Уважение К этому Человеку Не имеется Ввиду Ни Нижнее Белье Ни Рубашка Но Да Имеется Ввиду Новый Толит Годоль Не Входит Сюда Ни Шляпа Ни Обувь Несмотря На то Что мы знаем Что Хорошая Обувь Может стоить Столько А то и Больше Как и Приличный Костюм И То То же Самое Относится К шляпам Особенно Тем Шляпам Которые Принято Носить Среди Религиозных Людей В Израиле И Соединенных Штатах Да Несмотря На это Именно Одежду Что мы Мы Выделяем Это Связано С тем Что Так Было Постановлено Нашими Мудрецами Еще В то Время Когда Ткань Была Очень Дорога Ее Ткали Вручную А Напомню Вам Тот Непреложный Факт Из истории Что Именно Изобретение Ткацкого Станка Привело В конечном Итоге К сильному Расслоению В финансовом Отношении И К воцарению Капитализма Так Несмотря На то Что сейчас Одежда Уже Не играет Такой роли Ни В нашем Бюджете Ни в радости Нашей жизни Вот Постановление Это осталось Тем Менее Относится Это И К другим Приобретениям Таким Как Новый Компьютер Или Новый Автомобиль Не потому Что В Мишне Не мог быть Предусмотрен Компьютер И автомобиль Вот А потому Что Вот Не установлено И все Тем не менее Поблагодарить Всевышнего Своими словами Или даже Сказать Это благословение Без имени Всевышнего Именно В Рамках Благодарности Ему Представляется Возможным Теперь Что Говорит Нам Перевод Здесь Благословенный Господь Бог Наш Царь Вселенной Даровавший Нам Жизнь И Поддержавший Наше Существование И Позволивший Нам Дожить До Этого Времени На Иврите Эти Три Выражения Это Три Слова Слово Шехехея Ну Вот Оно Есть В Мишне Сейчас Я его Покажу Вам Так Ну Вот К примеру Так 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 Шехехеяну Происносят Происходит От слова Хай Хаим Жизнь Хай Живой Да Кроме того Словом Хай Обозначается Еще Ют Хет Восемнадцатое Число Восемнадцатое Число Месяца Ияр Вы знаете Какой это праздник Это Гилула То есть Йорцай То есть Годовщина Ухода Из этого мира Раби Шимона Бар Юхай И день этот Отмечается Во всем Израиле Даже Нерелигиозными Людьми И Паломничество На гору Мирон Ну Я помню Вот мы Первые года В Израиле Примерно 30 лет назад Каждый раз После этого Пересказывали А в этом Году На горе Мирон Собралось 5 тысяч Человек А в этом Году 7 тысяч А в этом Году 20 тысяч Человек Я думаю Что это Количество Уже Достигло Своего Предела Больше Люди Там просто Не поместятся Гора Мирон Это Место Где Находится Могила Раби Шимона Бар Юхай Напомню вам Что это Автор Книги Зохар Основополагающей Книги Кабалы Итак Слово Шехехеяну От слова Хай Слово Хай Означает Живой Тот Кто живет Теперь Каузативный Биян Гиф Иль Который От корня Образует Форму Сделавший Так Что кто-то Совершает Это действие Гиф Иль От этого Корня Будет Хехея То есть Давший Жизнь Кто дает нам Жизнь Конечно Всевышний Ше Это Который Гехее Дает Жизнь А слово Ну Пардон Извините Суффикс Ну Показывает Нам Итак Вот это Слово Ше Эхея Ну Одно Слово Переводится Что Дал Жизнь Нам Целыми Четырьмя Словами Если Если Вы Посмотрите Текст Этого Благословения В Сидуре Вы Увидите Что Там Идут Далее Слова Веки Ману Вегигияну И в переводе Они отражены Мишна На самом деле Не ставит Текст Не ставит Цели Привести Текст То есть Научить Человека С нуля Да Предполагается Что человек Который Изучает Мишну Да Он Уже Знаком С заповедями И в частности Он знает Текст Вот этого Благословения И достаточно Ему сказать Одно Слово Слово По которому Благословение Называется Биркат Ше Хе Яну И он Уже Вспомнит Вес Текст Ве А что означает Эти слова Вот здесь Дается Перевод Их Даровавший Нам жизнь Это непосредственно То слово Которое Смешнейшее Хе Яну И поддержавший Наше существование Ве Ки Ману Ки Кам Это Стал Хи Ким Это Создал Поддержавший Наше существование Ки Ману То есть Поставивший Утвердивший Нас Ве Ги Яну Ле Ги Это Прибыть Так То есть Тот Кто Привел Нас И последние Слова Лазман Хазе К Времени Э Тому Благословение Это Говорят Как мы Видим На Новый дом И новую Одежду Но добавлю Вам Что это Благословение Говорят И когда Исполняют Заповедь Первый Раз В году Нет Первый Раз Первый Раз Да Просто Первый Раз Можно Сказать Не обязательно Первый Раз В году Например В первый День Хануки Мы Произносим Три Благословения Третье Благословение Это Вот Это Шеяхияну На Что Она Произносится На Исполнение Заповеди Зажигать Ханукальные Свечи Так Когда Человек Пробует Плод Нового Урожая Первый Раз В году Имеется Ввиду Плод Живой А не Консервированный Незасушенный Так И Он Знает Что Это Плод Именно Урожая Этого Года Он Тоже Говорит Это Благословение Теперь Поскольку Благословение Предполагает Что Время Это Благополучное И мы Благодарим Всевышнего Что Сейчас У нас Все Хорошо Благословение Это Не Говорят Когда Я не Скажу Когда Все Плохо Когда Не Все Так Хорошо Когда Бывает И Лучше Когда Такое Бывает Например В Период Бейн Амэцарим Мерсиснин Между Постами Семнадцатая Тамоза И девятая Ава Да Это Благословение Не Говорят И Если Можно Причину По которой Благословение Должно Быть Сказано Отодвинуть Например У человека В руке Новый Плод Да Да Он Должен Благословить Сказать Это Благословение Шейхияну Когда Попробуют Его Но Идет Бейн Амцарим Будет Лучше Если Он Отложит Этот Плод До Окончания Бейн Амцарим Да Либо Есть Нение Что В субботы Которая Бейн Амцарим Которая Выпадает На Этот Период Да Можно Сказать Это Благословение Но Естественно Если Мы Должны Исполнить Заповедь Именно В этот День Допустим Родился Мальчик И Обрезание Его Выпадает На Один Из Даней В Три Недели Между Постами Конечно Это Благословение Га Ба Трим Итак Благословение Мы Разобрали По Поводу Благословения Этого Шейхияну Рош И Раш Ба Рош Это Робейну Ашер Мы Его Только что Упоминали Раш Ба Робейну Так 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 Не Помню Хорошо Не буду Заморачиваться Считаю Что Это Благословение Должно Быть Произнесено При Самом Начале При Заключении Купли Продажи То есть Я Покупаю Новый Костюм И Когда Я Плачу В Кассу И Получаю Покупку Я Говорю Это Благословение Несмотря На То Что Никакой Пользы Приобретенного Еще Не Получено Даже Если Я Купил Костюм А Возможность Его Надеть И получить От него Пользу Я Получу Через Несколько Дней Когда Он Будет Скажем Подшит Да Произнесение Благословения Это Выражение Радости От Приобретения Новой Вещи Есть И Другое Мнение Что Когда Новую Одежду Надевают Вот Тогда И Говорят Это Благословение Далее Благословляют За Злоподобное Добру Что Это Такое Есть Множество Примеров Того Что Зло Оборачивается Добром Например Человек Изготавляет Вино И Вдруг Целая Бочка Вина Прокисла Уксус Обычно Гораздо Дешевле Вина Да Но В этом Году Был Переизбыток Винограда И Вина Получилось Очень Много А Уксуса Почти Нет Его Уксус В дефиците Он Смог Выручить За уксус Больше Чем Он Предполагал Выручить За вино Так Он Произносит Благословение Благословен Судья Истинно Справедливый Барук Даяна Эммет Которую мы Разобрали В прошлой Мишне Несмотря На то Что в будущем Из этого Зла Может вырасти Добро Но в данный Момент В данный Момент Он Не видит Еще этого Добра И не Предполагает Каким Образом Оно Придет Например Если Наводнение Затопило Поле То в будущем Когда вода Сойдет Земля Окажется Удобренной И орошенной Но в настоящее Время Владелец Поля Потерял Урожай Этого Поля Поэтому Он Говорит Благословение Да Бару Даяна Эммет То самое Благословение Которые говорят Когда слышат Плохие Вести Теперь Если Он Получил Такое Благо Из которого В будущем Может вырасти Несчастье Например Человек Нашел Какую-то Ценную Вещь И Взял Ее Себе Но Властям Стало известно О находке И Ее Отберут Да еще Его И накажут Что сам Не заявил Об этом Властям Да Тем не менее В данный момент Он Получает Пользу От того Что произошло И благословляет Добрый и творящий Благо Как На Доброе Вести В настоящий момент Он радуется Тому Что произошло Как будет Далее Мы еще не знаем Возможно Будут неприятности А возможно И нет И Третья часть Нашей Мишны Тот Кто Обращается С просьбой К Богу И просит Его о том Что уже Произошло Произошло Но еще Ему неизвестно Об этом В том деле Которое сейчас Уже невозможно Изменить Человек Такой Молится Напрасно Хотя На самом деле Возможно И чудо Может быть Всевышний Услышит Эту молитву И совершит Чудо Но тем не менее Не должен На это Человек Рассчитывать Вот пример Если человек Видит Что его Жена Беременна Так Пол Зародыша Уже Определен Да Тем не менее Человек Молится Хочу Чтобы это Был Именно Мальчик А не Девочка Чем Девочка Плоха Некоторые Радуются Девочке Так Тем не менее Значит Ну Может быть Он Хочет Наследника Может быть Он Собирается Учить Его Торе Вот Но 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 Уже Поздно Молитва Это Напрасно Этот Филат Шав Так Или Человек Шел По дороге Возвращаясь Домой И услышал Крики Вопли Помощи Или Вопли Бедствия Из города Немножко Вам Объясню Что имеется Ввиду Город Город Это Достаточно Компактное Поселение Окруженное Городской Стеной Что происходит В городе Он не видит Пока не войдет В него Так Более того Даже подходя Близко Близко Он еще не знает Что там Случилось Но слышит Что Произошли Какие-то Неприятности И вот Говорит Он Да Будет Воля Твоя Божия Чтобы Горе Это Случилось Не Своими Домочадцами Но Ведь Оно Уже Произошло Если Оно Не Затронуло Его Дом То Пусть Он Скажет Благословение Поблагодаря Всевышнего Когда Выяснит Что Это Так Если Да Произошло То Это Уже Случилось Молитва Это Напрасно Прошлое Изменить Невозможно Что Мне кажется Имеет Ввиду Виленский Гаон По крайней Мере Я так Думаю Да Какое Чудо Произошло Может быть Кто-то Вспомнит Пример Из Торы Из Хумаш Брейшит Говорит Комментарий Когда Рассказывается Что Леа После Шестого Сына Снова Забеременела И родила Дочь По имени Дина Да К этому Имеется Интересный Комментарий О Рождении Дочерей Как правило Тора Ничего Не Рассказывает Есть Мнение Что Не только У Адама С Хавой Вместе С мальчиками Одновременно С ними Рождались И девочки Но То же Самое Происходило У наших Проматерей Да Тем не менее Именно О рождении Дины Рассказано Отдельно Не только Потому Что В дальнейшем Сюжете Дина Играет Определенную Роль Весьма Важную Но Говорит Комментарий Что Когда Лея Была Беременна Она Молилась О том Чтобы Это Была Девочка Почему Было Известно Заранее Определено Что У Якова Будет 12 Детей К тому Времени Рахель Родила Только Одного Йосефа Шесть Мальчиков Шесть Сыновей Было У Леи И По Два Было У Наложниц У Билги И Зилпы Если И седьмой Будет Рожден Леей Так Он Последний И Тогда На долю Рахели Остается Только Один Это Меньше Чем Даже У Служанок Поэтому Молилась Лея И Всевышний Ответил Ей Кто Родился Родилась Дочь Которую Назвали Дина Но Мы С вами Не на Уровне Леи Поэтому Молиться О чуде Нам Ну Конечно Мы Имеем Возможность Мы Имеем Право Но Надеяться Мы Можем Но Рассчитывать На Это Мы Не Можем Не Полагаются На чудо Человек Должен Сам Предпринять Определенные Действия Да Как Например Чтобы Выиграть Лотерею Он должен Как минимум Купить Лотерейный Билет Хорошо Филат Шав Это Напрасная Молитва Напрасные Слова Перейдем К следующей Мишне Мишна Далет Га Га Никнас Га Никнас Лакрах Мит Палет Штаим Тот Кто Входит В Город Молится Две Молитвы Ахат Бе Книса То Ва Ахат Би Ци То Одну При Входе И другую При Выходе Сейчас Я Поставлю В чат Вот это слово Слово Момент Слово Это Так Сейчас Минутку Малоупотребимый Сейчас Крах Город Даже Подчеркнуто Что Большой Город Так Итак Тот Кто Входит Большой Город Так Мит Палель Молится Тфила Мит Палел Штаим Две Ахат Книса Ахат Би Ци Это Посмотрим Что Нам Даст Перевод Мишна Четвертая И следующая Мишна Будет Пятой И я Так Думаю Что В следующий Раз Мы С вами Торжественно Завершим Изучение Мишны Брахот Тот Кто Заходит В город Обнесенный Стеной То есть Произносит Две Молитвы Одну При выходе Из города Благодарю Тебя Господь Бог Мой За то Что Ты Вывел Меня Из этого Города Благополучно Это Мнение Рамбама То есть Рамбам Приводит Текст Вот Этих Благословений Бен Азай Ну давайте Посмотрим Так Вот Оно Бен Азай Омер Человек Которого Зовут Бен Азай Говорит Арба Четыре Штаем Бекни Сато Уштаем Бекни Сато Две Молитвы При входе И две Молитвы При выходе Ве Нотен Года А Леше Авар Ве Цоэк Латид Лаво Нотен Дает Года А Благодарность Леше Авар Авар Это Прошло Было И Прошло Цоэк Буквально Кричит Молит А Тид Это Будущее Бен Азай Говорит Четыре Две При входе Две При выходе Благодарит За прошлое И Взывает К Богу О помощи В будущем Четыре Молитвы Какие Молитвы Какие Две Молитвы При входе В город Перед Тем Как Войти В городские Ворота Говорит Он Будет Воля Твоя Ввести Меня В этот Город Благополучно А Войдя Благодарит Благодарю Тебя За то Что Ты Ввел Меня В этот Город Благополучно Может быть Имеется Ввиду Что И Сам Вход В город Тоже Чреват Опасностью Стражники Могут Его Не пустить Могут Принять За Какого Другого Могут Потребовать За Что То Заплатить И так Далее Да Кроме Того Если Не дай Бог В городе Окопались Враги То Скорее Всего Они Нападут На Него Сразу При Входе В Город Так И Если Он Вошел Благополучно Да Он Благодарит И Две При Выходе Из Города Когда Он Выходит В Путь Молится Он Будет Воля Твоя Вывести Меня Из Благополучно И Более Того Продолжает Он И Точно Так же Как Ты Благополучно Вывел Меня Из Этого Города Да Будет Воля Твоя Благополучно Вести Меня И Дальше Поддержать Меня Благополучий И Направить Мои шаги К Благополучию И Спасти Меня От Рук Всех Врагов И Злодеев Подстерегающих Меня На Дороге Ну Тут Есть намек Еще И На Дорожную Молитву Текст Который Вы Можете Прочитать В Сидуре Вот И Сидуре Иногда Дается И Объяснение Когда И Где Это Мои И В каких Случа Эта Молитва Читается Человек Благодарит За Прошлое И Зывает К Богу О помощи В будущем Это Вообще Говорится О всех Молитвах То есть Когда Человек Обращается К Всевышнему В особенности Если он Обращается К нему Неформально Своими Собственными Словами Это Не только Можно Но и Нужно Делать Он Должен И Поблагодарить За Прошлое И Попросить Чтобы И в будущем Всевышний Помогал Ему Чтобы Будущее Принесло В этот мир Принесло С собой Мир И Благословение Сначала Здесь Говорится О прошлом И Потом О будущем Это Общее правило Которое В общем-то Продолжает Мысль Бен Азая Так Что нам Сказал Бен Азай По сравнению С тем Что Сказал Танакама То есть Первое мнение Он Он Добавляет Первое Танай Добавляет Два Состояния Вход В город Это Молитва Будущем И выход Из города Молитва За Прошлое Бен Азай Добавляет Что в каждом Из этих Состояниях Есть Два Достижения Цели Находящейся Будущем И Превращение Ее В прошлое И в каждом Из этих Состояний Человек Обязан Произносить Соответствующие Молитвы Мы завершили Предпоследнюю Мишну В следующий раз Я надеюсь Что через неделю У нас будет с вами урок Мы разберем Последнюю Мишну И завершим Наш курс Пожалуйста Сообщите Ваше мнение О курсе В целом И имеет ли Смысл Продолжать его И Какую Мишну Вы Хотели бы Разбирать У нас есть Несколько Разных Вариантов Готов Их Рассмотреть Так Благодарю вас Сейчас Да Так Понятно Хорошо Думаю Что мы проведем Я думаю Что мы проведем Небольшой опрос Тех людей Которые Смотрят В записи Тоже И на основании Этого Сделаем Соответствующие Орг Выводы Так А как мы Опросим их Письменно Нет Я составлю Такой Опрос И разошлю Ответить Мы с тобой Какие точно Сделать Пора Эти вопросы И Пошли народу Посмотрим Что народу Ответит Хорошо Пусть будет так Да Благодарю Всех Присутствующих Еще раз Праздничка Вас Окей Спасибо тебе Спасибо остальным Хак Самех